Привет, я Паша Лысков, и скоро вы увидите нарезочку со съемок видео на песню «Школьные годы», но до тех пор я хочу маленько поболтать. Почему я выбрал именно эту песню? Потому что она меня ужасно достала в общеобразовательной школе, потому что мне приходилось ее слушать на первом звонке, во время всех праздников, на последнем звонке, практически постоянно. Дело в том, что эту песню ужасно любила директриса, так как она главная, всем приходилось мириться. Когда я начал записывать эту песню, я понял, в чем ее беда, как, кстати говоря, и многих песен, написанных в СССР. Дело в том, что у композиторов в СССР было потрясающее музыкальное образование, соответственно, они знали теории музыки на 5 баллов, по-другому было нельзя. В этом заключается и плюс, и минус композиции, написанных в Совет Раша. Плюс в чем? С точки зрения композиции, каждое произведение, ну, практически каждое, написано правильно. То есть в каждом произведении были правильные гармонии, правильные мелодии, правильные ритмы. Но, как по мне, в этом как раз и огромный минус, потому что музыка должна писаться от души, а не правильно. Хотя, чего и все, о музыке, да о музыке. Перейдем к видео. Почему я решил снимать именно у школы? Ну, во-первых, это логично. Во-вторых, это как раз та школа, в которой меня задалбывали оригиналом песни. Так что это своего рода месть. Вообще, изначально я хотел снимать не на задворках школы, а у фронтальных ворот, перед школьными сводами. Но выскочил охранник и начал орать что-то типа «Нельзя снимать около школы! И резверги!» Что за фигня? Это моя школа. Может быть, даже любимая. Хотя, чего я вру и ненавижу эту школу. В итоге мы просто срулили как раз на те задворки и решили там снимать. Там реально спокойно, машина не ездит, люди не ходят. Кстати, как по мне, так даже прикольнее вышло. Давай. Да, жги! Жги! Рок! Чичу! Пишу. Пойдет. Тора, экзамены, ну... Так, еще разочек. Врубил? Как с нетерпением ж... Как с нетерпением ж... Короче, еще разочек. Как с нетерпением ж... Так, все, окей, хорошо. Я потом с вами с вами. Это... С вами Андрей Нефедов. Это мой видеоблог. Примести там немного по устам. Упопы такой классный. Более-мее. Смотри. Ты выглядишь как говналь. Смешной. Давай еще разок. Записывай. Сейчас, давай, короче. То же самое. Что-нибудь нормальное вышло? Мне кажется, да. Я нифига не помню парк. Она просто там ебанута. Там очень-очень часто прям натрачивают. Кто ее писал? Кто ее писал? Ты! Это длина аккорда в оригинале. Оригинал просто ебанутый. Можно вот так стать? Снимай тогда. Да, он снимается. Как с нетерпением ждали звонка. Нормально? Нормально. С гитарой видно. Да никто не будет на аккорды смотреть о чем-то. А? А кто будет смотреть на аккорды? Гитарист. Норм. Говно. Еще раз. Снимай. Нефедов видеоблог. Не-не-не-не. Сейчас как-то крупно, но не очень. Один... Ладно, один очень крупно, а один не очень крупно. Осталось мало зарядки. А? Мало зарядки. Сколько? Насколько? Ну, если тут все три деления, то одно. Давай записываем еще последний звук. Есть что-то нормальное? Да. Я так послушаю, везде все нормально. Так, что нам осталось? Считай, мы в принципе все засняли, я думаю. Курить. Кстати, вот с пробежкой получился небольшой киноляп, потому что я начинаю бежать с очками, а заканчиваю без очков. Почему так вышло? Потому что нам запретили снимать на территории школы, и мы решили поступить хитро. Вести съемку за территорией школы, в то время как я бегу по территории школы. Так как охранник нам сказал, что съемку на территории школы вести нельзя, я считаю, что мы даже ничего и не нарушили. Изначально мы хотели сделать как? То есть я выбегаю из школы, потом бегу у школы, и следующий заворот за угол мы снимаем уже у какой-нибудь трансформаторной будки, так как школа один хер серая, и серую стену не так сложно найти. Пишем. Давай еще раз вот. Что? У меня в кадр попал забор. Но в итоге у трансформаторной будки ничего не получилось, и мы все-таки решили залезть на территорию школы и снять там. Пишем. Кури-кури, выглядывай, выглядывай за угол. Ага, все. Направо смотри, далеко направо. Так, теперь опять налево за угол. Все, отлично. Кстати, в тот день, когда мы снимали видео, обещали дождь, и я очень боялся, что он пойдет, пока мы будем снимать. Но нам повезло, мы все отсняли, у нас практически села камера, мы все загрузили в машину, сели в машину, и стеной пошел дождь. Так как домашняя работа – это неотъемлемая часть школьной жизни, мне все-таки пришлось взять в руки ручку и тетрадку и написать два слова. Писал я их долго. И мало того, что я забыл, какие два слова нужно писать перед выполнением домашнего задания, так я еще и забыл, как писать, потому что от руки я не писал где-то со времен школы. Так что полюбуйтесь на моем учении. Ну и естественно я решил снять подъезд, потому что бухающие малолетки в подъезде – это классика школьной жизни, потому что в нашей гребаной стране охереть, как холодно зимой и нигде больше толком не побухаешь. А мамка с папкой иначе заругают, если будешь бухать дома. Меня мои блага не ругали, я мог бухать дома. Привет, ребята, я сейчас снимаю ролик, который скоро поездится в интернете. И для него мне потребовалось купить лягуар. Серьезно. Я не покупал лягуар как минимум лет пять, а не пил я его как минимум лет семь. И знаете, так было стыдно заходить в магазин и говорить «Одейте, пожалуйста, лягуар». Господи, прямо коровик. Это ужасно. Но искусство требует жертв. И на ваших глазах сейчас я открою банку этого знаменитейшего пойла, которое войдет в легенду, которая будет внушать страх нашим детям, нашим внукам и врагам. Я открываю его для всех, кто в банк страны. Я не могу это пить. Я не пью лягуар, но он все равно дает по мозгам. Я уже пьян маленько. И напоследок посмотрите пару кадров, которые я не захотел или забыл добавить в клип. Говно этот ваш лягуар. Закончился. 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 Что ж, на этом все. Оценивай и распространяй это видео. Если тебе нравятся мои ролики, ну и вообще, что я делаю, подпишись на этот канал, подпишись на мой музыкальный канал, чтобы не пропускать новые видео. И будь молодцом. Я Паша Лысков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok